Два миллиона тенге в год. Столько выделяет государство на содержание одного ребенка в казахстанских интернатах. Это в пять раз больше суммы, которую получают на ребенка опекуны. Такую в чем-то шокирующую статистику приводит в исследовании консалтинговая компания. При этом эффект такой государственной заботы, мягко говоря, пугает. 80% выпускников интернатов и детских домов асоциальны. Они либо подаются в преступники, или становятся бомжами. 18 лет не готовят их к жизни. К 18 годам он не готов к жизни выходит, его начинают что делать? Начинают наши чиновники, ой, надо создавать дома юношества, куда же мы их пустим? Хорошо, еще пять лет дома юношеств. После 23 года он опять не готов к жизни. И вот теперь создают дома молодежи до 27 лет содержать. Так вот, с одной стороны жалко, по-человечески. С другой стороны, это проблемы системы, она не готовит их к жизни. И вот, что самое печальное в этой ситуации, они как списывали по 1200 долларов в месяц на ребенка, на одного в доме юношества, они так и списывают. Одновременно с предстрастной опекой чиновники закрывают частные приюты, то есть воюют с конкурентами. Меценат Оружан Саим прямо говорит, что государство использует деньги нерационально. Детей надо воспитывать в семьях, то есть заботиться об их усыновлении. На Западе государство помогает и реально поощряет граждан, которые берут детей из детдомов, семью или под опеку. А в Казахстане некоторые социальные работники ни за что не хотят расставаться с детьми, потому что теряют госфинансирование. В Казахстане закрывается в этом году порядка 10 детских домов. Это значит, государственное финансирование сокращается, то есть детей становится меньше. Может быть, кто-то не хочет терять эти потоки, то есть может быть, кому-то не хочется терять эти государственные бюджетные деньги, которые так щедро выделяются на содержание детей. И именно поэтому вот эти 130 деток, которые сейчас находятся в приюте у отца Сафрония, они представляют какой-то интерес для Алматинской области. Марьяна Гурина – одна из авторов проекта «Дорога домой». Его цель – усыновление детей-сирот. Дело это непростое, рассказывает она. И не только потому, что тяжело найти людей, готовых назвать чужого ребенка своим. В то время, когда программа открывалась, детские дома были просто для нас закрыты. Нам очень трудно было туда попасть, нам очень трудно было взять какую-то информацию, потому что нам не давали детей, нам не давали фамилии этих детей, мы не могли и там находиться спокойно. Ощущение было полное закрытости этого учреждения. Теперь нам становится понятно, почему. И теперь становится понятно, почему нам не хотели давать тогда детей. Потому что это большая кормушка, в которой содержится огромное количество людей, питающихся за наш с вами счет. «Казахстан без сирот» – еще один большой проект. Но чтобы мечта вот этих казахстанцев стала реальностью, взрослым и детям нужно будет пройти длинный путь. «Казахстан без сирот»